Ну что, с удовольствием представляем нашу гостью. Это Татьяна Горностаева, энерготерапевт и арт-терапевт. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. И Татьяна пришла не с пустыми руками, а вот такой красотой уже украсила нашу барную стоечку. Смотрите, это та самая мандала, которую так боится Стас. Ну что значит боится? Боишься ты того, чего не знаешь. И, соответственно, сегодня, Татьяна, вы должны со мной разговаривать как с человеком, который вот находится, знаете, если на компьютерных играх мы говорим вот на нулевом уровне, то есть как с чайником, да, что такое мандала, что такое ловит снов. Вот сегодня вне эфира мне уже сообщили, что ловит снов, это как он? Это изначально тоже является мандалой, но у него немножечко другое значение. Давайте в двух словах про мандалу расскажем вообще, в чем уникальность этого талисмана. Изначально мандала, она была зарождена у индейцев, то есть они так общались со вселенной, называется наухо де диус, как переводится как глаз бога. Они зашифровывали туда информацию, какие-то события свои и просили у вселенной, то есть здоров себе, здоровье, счастье при помощи вот таких вот атрибутов, при помощи цветов и определенных символов. Это как бы такой вот зашифрованная тканевая молитва, можно сказать? Да, да, да. То есть, когда они плели ее, они входили в определенное трансовое состояние, у них изменялось сознание, но они уже в процессе получали ответы на свои вопросы. Сейчас мандалы, они есть вот это, интерьерные мандалы, то есть они не заряжены, они никакой опасности не несут, они просто для украшения. Но есть также мандалы, которые несут энергетический смысл, они плетутся для того, чтобы мы в свою жизнь что-то привлекали, счастье, здоровье, любовь, удачу, деньги или от чего-то избавлялись. Вот здесь есть такая мандала? Нет, здесь нет. Такие мандалы живут дома, висят на стеночках и потом уничтожаются. А в какой момент они должны уничтожаться? После того, как желаемое исполнено. То есть они закапываются либо в речку, либо в костер. Либо сжигаются, да? Да. Либо дарят, никому не дарят. Нет, ну это опасно. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот на вашей собственной практике есть ли доказательства того, что мандала действительно работает? Да, да. На моей собственной практике, на практике учеников у нас был даже целый курс, когда мы работали с мандалой. Мы и плели, и танцевали, и пели, и рисовали, и песком делали мандалу. То есть это все действительно работает. Мандала плетется, запускаются определенные процессы. Потом либо она где-то в уголочке висит, либо мы с ней вместе медитируем, смотрим на нее, и происходит то, что задуманное. Ну какие-то желания можете нам озвучить? Может быть у кого-то там из ваших учеников. Давайте так, на какой машине вы приехали? На своей. Вот, сбылось, так. На каком береге? Работаю абсолютно со всем, со здоровьем. То есть надо там поправиться быстренько. Раз, сплел, и уже ты чувствуешь, что плетешь. И это арт-терапия определенная. То есть уже запускается процесс. Я просто пытаешь понять, как это работает. То есть ты концентрируешься на этом, ты не концентрируешься на каком-то негативе, на болях. На болях. Обязательно, обязательно. И только на хороше. Да, только на хорошем. И соответственно вот выплетаешь. Да, это одно из самых важных, то что когда мы плетем мандалу, мы обязательно должны думать о хорошем. То есть если мы придем в мандал на счастье, то мы вплетаем туда только счастье, только хорошее Если у нас какие-то есть негативные мысли, то, соответственно, они тоже в мандалу вплетаются, и она уже не работает Это, наверное, одно из самых сложных, когда работа с мандалой идет, чтобы наши мысли были чистые, чтобы мы были спокойны Предварительная подготовка какая-то нужна для того, чтобы очистить сознание, тело? Может быть, в баню надо сходить? Можно сходить в баню, можно позаниматься йогой Это никак не связано с мандалой Для очищения сознания это хороший способ Кто-то медитирует, то есть останавливает внутренний диалог, входит тоже в состояние, чтобы наши мысли успокаивались и не мешало То есть вот эти гадящие мысли могут навредить мандалу Мы готовы уже начать учиться плести мандалу Нам для этого что понадобится? Палочки Это основа Будем лести вот такую мандалу счастья Палочки могут быть любыми, да? Главное, чтобы это было натуральное дерево Абсолютно Мандалу счастья, смотри Такая маленькая такая вот мандалочка счастья, но я так понимаю, что потом она может быть вырастена Мандала может храниться как бы вечно Ее можно так сказать Желательно ее повешать, чтобы мы ее могли созерцать, потому что она влияет на нас своим цветом То есть помимо того, что мы завязываем узелки, туда какую-то информацию вкладываем, она несет в себе еще цветовые ресурсы То есть здесь 7 основных цветов, которые несут в нашу жизнь гармонию Вообще, если мы окружены будем этими 7 цветами в жизни своей, то у нас будет все хорошо, мы будем счастливы, здоровы А вот обернитесь, Аня, держи вот так А теперь, если мы на общем плане посмотрим на цветах, которые в этой студии, они в принципе совпадают Добавить фиолетового нам нужно, однако Можно добавить фиолетового, но для этого Смотрите, две палочки, я так понимаю, мы вот так вот перекрещиваем Пока не перекрещиваем Пока не перекрещиваем Ниточки уже заготовлены Так То есть мы должны сначала две палочки вместе связать между собой То есть их соединить узелком Просто наши мысли уже должны быть Мы плетем мандалу на счастье Уже должны быть заряжены на позитив Мандалу на счастье Так, ипотека, уходи Сначала мы соединяем просто две вместе Вот так И вот этой большой ниткой прямо всей воспользоваться? Сначала кончиком То есть на краешке мы завязываем узелок двойной И стараемся в каждый узелок вкладывать какую-то позитивную мысль То есть привязываем ее к нашей мандале Так Так Сейчас страшная тайна станет Появится, вся Иркутсковость узнает, что я корявый Ну ты можешь пока продолжать все стараться Я вот это, знаете, знаете Завязали узелок Теперь Желательно обмотать семь раз То есть семь это сакральное число Как семь цветов Семь цветов радуги И прямо в голове можно отчитывать Раз, два, три И так далее до семи До семи Нет, сначала вот так Готово А, сюда прямо Все, все И потом палочку перекрещиваем Перекрещиваем И вот где у нас свободные остались рубчики Где ниточки нет Теперь мы там делаем семь петелек Вот так перекрещиваем Так А где у меня свободные, где нет ниточек? Ха-ха Здесь? Вот тут, между вот этими И там тоже делаем Семь рядочек По диагонали? Да Грубо? Грубо Стараюсь соблюдать, чтобы у нас был 90 градусов были углы между палочками Так И ниточку потуже затягивать Прекрасно Я справился по санцам Угу Вот, это самая основная задача Скрепить наши палочки Вначале Затем мы каждую палочку Начинаем нашей ниточкой обматывать То есть вот так вот Снизу вверх Можно даже с другой стороны В принципе тут не сильно важно Обмотали одну палочку Следующую переходим только по верху Чтобы у нас узор был сверху Обмотали другую И так тоже 7 раз В процессе вообще главное не торопиться Чтобы у нас ниточки не путаешь Да, мы не торопимся У нас они до 11 Поэтому Мы можем все угодно Вообще-то делать Я просто использую Навахский так называемый Племеней Навахо стиль Поэтому немножечко вот он Получилось вот таким Ага Я думаю не принципиально Не принципиально И затем следом мы Обрезаем ниточку Но можно у вас обрезано Можно не обрезать Ну длиннее Так, 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 так Так Далее мы что делаем? Завязываем Одинарный узелок Также не забывая про то Что мы завязываем Что-то хорошее туда Так Очень хорошее Туда И хвостик мы должны оставить Чтобы потом его вплести Чтобы он не распустился Не распустился Да У нас такая техническая часть Доза умиротворения Такая тишина Такая, не знаю Благостная энергия распространяется Легкий храп Помогает виберировать В этой студии Да Затем мы используем 7 цветов радуги 7 цветов гармонии Красный цвет Цвет активации Цвет жизненной энергии Он обязательно должен быть Как вы догадались Что цвет активации нужен мне Так Смотрите на самом деле Дорогие телезрители Очень просто Две обычные палочки Вот так вот скрепляем Как вы сейчас послушали Да Начинаем с белого И переходим потом Да К любой палочке Также завязываем узелок Но уже двойной Чтобы ниточка наша держалась И тоже думаем о чем-то хорошем На любой палочке Да Можно завязать Да Абсолютно Так Что ж хорошее Самое главное в процессе Это Чтобы все наше внимание Было направлено На нашу мандулу На процесс плетения Потому что Есть такой Эзотерический закон Куда наше внимание Направляется Туда идет И вся энергия Да Поэтому чем мы Больше вложим Сюда Тем лучше Наш талисман Будет потом работать Прекрасно Мне кажется что Мы Вот уже сейчас Мы к утру управимся Вот что я понял К следующему утру Мы управимся Да Давайте мы сейчас Просто дадим направление Как дальше двигаться Да И это будет понятно Да Дальше идут цвета Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый Я прошу прощения На одну мы сначала Палочку Красную мы теперь тоже Семь на одной палочке Семь на другой Или как По очереди Мы красную завязали Потом на другую палочку Переходим Ее обматываем Потом на следующую палочку Обматываем Или не надо обматывать Обматываем Можно один Можно два раза Раз Ага И так на каждую сторону Да И не забываем Также считать до семей Можно по семь Делать несколько раз Сбился так Ну это такой процесс К нему нужно То есть подготовиться Я готов Я готов Да-да-да Я перечитал Фенимура Купера Только нужно было На одной палочке Мы одно Обматываем Следую Дайте ножницы Все заново Хорошо Ну ничего Мы только учимся Это ирокезский стиль Он как бы Немножко вот такой К счастью У каждого свое Верно? Да-да-да Рокенролльный стиль Мы обязательно Стас с тобой Доплетем После того Как эфир закончится То есть смотрите В итоге У вас может получиться Вот такая маленькая мандала А потом Можно уже научиться Вот на высшем уровне Да Можно переходить Уже на сколько Тут концов Девятиконечная Звезда Да Вот это шести А вот это уже Восьмиконечная Восьми И можно увеличивать И размер увеличивать Вот четыре Шесть Там восемь Девять Вот в чем Количество кончиков О чем говорит В принципе Сейчас это не говорит Ни о чем Раньше Возможно У индейцев была такая информация Да Но до наших дней Информация не дошла То есть Я пыталась изучать Книги людей Которые общались с индейцами Именно с племенами Никто не может рассказать Что у них тогда Это значило Сейчас четыре угла Это точно обозначает Четыре стороны цвета Света Круг Это образ Гармоничной вселенной А дальше уже По уголочкам Это уже Кому как нравится Тогда давайте В завершении нашей беседы Расскажем о цветах Вот вы сказали Что красный Это цвет огня Цвет энергии Силы Дальше мы идем Оранжевый Это цвет удовольствия Цвет удовлетворения Получения вообще кайфа От всего Желтый Желтый Это цвет успеха Цвет достижения целей То есть то, что нас мотивирует Зелененький Зелененький цвет гармонии Цвет такой бескорыстной любви Цвет здоровья Цвет принятия Хорошо, что присылаю Бескорыстную любовь Вы посмотрели на меня А синий Это цвет настроения Подожди, два цвета Высшего творчества Да, синий Высшего творчества Когда идет прямо Вот жизнь как творчество Не просто бытовое Прямо вот жизнь Как творчество И фиолетовый Это связь, ну так сказать С высшими силами За понимание своего предотвращения Да, за понимание Что есть какие-то силы Которые нам помогают В общем Как мы живем в гармонии Со вселенной Друзья Этим утром Вы узнали Больше и о цветах И о мандалах Спасибо огромное Все это Мы со Стасом познали Благодаря Татьяне Горностаевой Энерготерапевт Татьяна и артерапевт Очень приятно было Пообщаться с вами С вами этим утром Мы берем эти Замечательные шам Мандалы на планерку И продолжаем программу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин